Закройте крематорий в Мурыгина, он отравляет нам жизнь. Такими сообщениями пестрят кировские соцсети. Речь о компании, которая занимается обработкой и утилизацией медицинских отходов. Местные жители утверждают, что организация сжигает опасный мусор, а ядовитый запах распространяется по округе. Люди обратились в правительство, Роспотребнадзор и к активистам Народного фронта с просьбой разобраться в ситуации. А она, как выяснилось, неоднозначная. Здесь жигают использованные шприцы, перевязочные материалы, ковидные и другие медицинские отходы. Предприятие работает, дым идет. Жители поселка Мурыгина говорят, дышать невозможно. Запах очень сильный появляется везде вокруг. И дышать тяжело, и переживаю за здоровье сына. Потому что все равно жгут медицинские отходы опасные. Очень неприятный запах пластмассы, жженого мяса. Аллергия практически у каждого второго стала. Вот я у нас говорю, то же самое. Я же здесь же нанюхался, когда ходил сюда. На территорию может зайти кто угодно, рассказывает местный активист Михаил Пленкин. Допустим, что я дурачок. Я могу вообще залезть в любой мусор, в любые отходы. Соответственно, я уже могу стать каким-то носителем, каким-то вирусом. Не все так страшно, говорит генеральный директор предприятия Владимир Мальцев. Утверждает, специалисты Роспотребнадзора 40 раз брали пробу воздуха, нарушений не выявили. А 90% жалоб от конкретного человека. Пленкин, там какой-то общественник. Я считаю, что это бандит. Не общественник. Мало того, они приехали к нам с проверкой. Он, представители СЭС, представители ОВД, он их там всех матом. В хвост и в гриву, там всякое разное. Да он вас купил. Ну, короче, я не знаю, почему люди с него... Ну, вот он нам пишет постоянное заявление. Мы должны проверять. В Роспотребнадзоре подтверждают превышение ПДК загрязняющих веществ на прилегающей территории не выявлено. Однако, есть вопросы к оборудованию в крематории. На сегодняшний день у нас остается с ними вот одна нерешенная проблема, что все-таки медотходы должны сжигаться на не этих установках, которые они используют. Хотя они утверждают обратное, что эти установки все равно предназначены для уничтожения медицинских отходов. Специалисты Министерства охраны и окружающей среды тоже провели проверку, но уже на самом предприятии жалобы жителей подтвердились. Запахи сжженной пластмассы, пластика, и также сжигаются там трупы животных, и тоже вот эти все запахи есть, и дым черный, это все есть. Но на момент проверки только вот нашли по оксиду азота превышение. Сейчас мы сосредоточим свои усилия на том, чтобы выяснить, насколько законно здесь вообще размещается этот объект, выясним, какие земельные участки здесь задействованы, в честь собственности они находятся, и кто несет ответственность за то, что мы сейчас видим. По этому поводу активисты Народного фронта направили обращение в Следственный комитет. А 28 ноября состоится суд. Его цель – выяснить, предназначены ли крематорные установки для сжигания медотходов такого типа. В руководстве предприятия заявляют, поступило новое оборудование, и скоро никаких запахов в округе не будет.